Любовь и благодарность, дамы и господа, я снова с вами, я решил вернуться, снимать АСМ-рыкинги, не только, конечно, но поскольку именно эта деятельность у меня пользовалась успехом, я уже сытый, так-то. Но я еще поем, я открыл для себя чечевицу, ну как открыл, я просто раньше питался очень по простому, в основном какие-то крупы, раньше я вообще ел там овсяные хлопья с водой, потом я... Гречку, рис Вот сейчас я стал творог есть, творог тоже приедается и мне не очень нравится, мне надоели, ну каша вообще там, гречка, рис там, все надоело. Ну я всегда любил горох, но горох, я от гороха не пукаю, я наоборот пукаю, кстати говоря, от каши, ну от... И от гречки там, ну смотря сколько поем, если немного поем, то не пукаю, наверное, можно так сказать. А так даже от овсянки там, ну вообще в принципе от всех таких крахмалистых круп, а не все, а не все в принципе крахмалистые. Там глютен, там все такое, короче. В общем, я могу про это много говорить, ну ладно, я в этом уже как бы поднаторил, разобрался. Но горох, очень люблю горох, потому что горох очень хороший продукт, он как мясо почти что, даже в чем-то он превосходит мясо, именно по питательным свойствам. Я поскольку занимаюсь спортом, я очень ценю продукты, которые помогают организму восстанавливаться, переносить нагрузки. А это в основном именно как бы какие-то натуральные продукты по типу круп и также ферментированные по типу творога. Но горох, он плох тем, что его трудно варить, он долго разваривается и вкус у него тоже приедается постепенно, вроде как бы когда давно не ел горох, хочется гороховую пирожку там. Но почему, но потом когда поел уже, короче, надоедает и очень долго варить горох. Вот и я снова вернулся, я над этим думал, что сейчас я, я даже мясо, кстати говоря, начал есть, ну то есть я стал в магазине разные продукты покупать, не стал как бы ограничиваться там. Мне всегда хотелось простоты какой-то, то есть взял там несколько килограммов, грубо говоря, там в овсянке и живёшь на ней одной. Но из-за этого как бы всё равно уровень жизни падает, не хватает. Потом я на спортивном питании тоже пытался на одном сидеть, тоже приедается. То есть у меня там, допустим, есть протеин, там есть аминокислоты. И ты как, и как бы я это пью всё, и мне даже есть не хочется, но всё равно. Мало углеводов. И как бы упадок сил происходит всё равно. Падает качество жизни. Ты уже соображаешь, в итоге не хочешь так же тренироваться, не хочешь спортом заниматься. И я вот опять думал, посидел такой, подумал, что, ну, сразу в голову приходит, ну, про мясо скажу ещё, что мясо, яйца, я вот овсянку яйца начал есть. Это постоянно всё тоже выматывает, надоедает. Постоянно яйца варить, вообще надоедает. А с ними тоже проблема, там они могут плохо чиститься, там начинает это раздражать, грубо говоря. Хотя яичный белок, он очень крутой. С точки зрения усваиваемости, короче. Яичный белок, да. Вот и это. Значит... Овсянку яйца перестал, если бы попробовал мясо, но тоже мясо надоедает. Ветерочки брал, там, окорок сразу, там, без костей, свинина. Вроде как бы вкусно, но это надо постоянно варить. Отоедает, короче. Васица, что-то как-то не то. Хочется какие-то именно крупы, с ними проще всего, но... Горох, то есть вот... Но его долго варить. И что-то раз, я про чечевицу вспомнил. Я уже сегодня поел творог. А еще можно, кстати говоря, брать чипсы. Я вот творог сейчас с чипсами ел. Взял самые простые чипсы в фикс прайсе. С вкусом курица-гриль, русская картошка. Сижу, ем творог из пятерочки. Девятипроцентный. И закусываю чипсами, вообще кайф. Вот, и чечевицу взял. В пятерочке два вида чечевицы продается у нас. Зеленая и красная. Вот это, кстати, красная. Хотя, когда она сварилась, она стала жертая. Блин, чечевица прикольная. Я сюда... У меня получается сухарики еще. Ко мне вчера переезжал друг. Мы сходили... за пивом. И... Получается в фикс прайсе я купил бутылку пива. Называется... экспортная. Шигулевская экспортная, что ли? Парная экспортная, что ли? Короче, там один. Но там даже не полтора литра поменьше. И, в общем, набрал тоже. Взял две упаковки чипсов и две упаковки сухариков. Оказалось, что вот с творогом вообще чипсы классно заходят. Или творог с чипсами классно заходят. Ну, то есть, можно, конечно, подслащивать, но подслащивать надоедает тоже. Извините. Это у меня сработал таймер. Чечевица. У меня две чечевицы. Зеленая, красная, зеленая, крупная. Варится дольше 40 минут. Таймер вот на 40 минут. Закончился. А красная сварилась уже, вот она. 20 минут. Ну, на упаковке написано. Сварилась уже. То, что хрустит. Это я сюда сухарики. Вот эти вот, то, что я в фикс-прайсе, получается, сухарики купил. Я сюда сухарики ищу. Леб я не ем. Тоже не люблю за ним ввозиться. А вот чечевица. Оказалось, крутая штука. То есть, ага. Я раньше ел чечевицу, но как-то зеленую. Вот, которая у меня 40 минут творилась. А вот такую красную не ел, а красная. Варится очень быстро. Разваривается хорошо. Горох, он вот, долго варится. И плохо разваривается. С ним много мороки. Там, можно соду добавлять, там все такое, но. Он, пена поднимается. С горохом много мороки. Чечевица, это вообще класс. Да, она дороже. То есть, горох там стоит 30 рублей. Скажем, 30-40 килограмм. Грубо говоря, там в пятерочке, да. А чечевица, маленькие упаковочки, они 100 рублей. Но, поскольку, как бы, я уже не, как бы, ну, не экономлю. Я, наоборот, ищу что поесть. Потому что, я могу вообще ничего не есть. У меня есть протеин, там, многокомпонентный. У меня есть аминокислоты. Я могу это все выпить. И вообще не есть ничего. Но, есть что-то надо все равно. Я это тоже на себя ощутил, что есть что-то надо. И я уже ищу, что есть. И даже то, что творог, как бы, это тоже продукт не из дешевых. Ну, я беру недорогой творог. В основном, я беру в пятерочке красная цена творог. Сорок... Ну, округлим, короче, это 50 рублей. 50 рублей. 180 грамм. Мне нравится. Хороший творог. Красная цена. Ну, это, как бы, очень недорогой. Остальной творог, он от других производителей подороже. Ну, и то, как бы, я тоже его брал. Потому что творог, это тоже идеальная еда. Очень хорошая. Но тоже приедается. В принципе. И за ним надо... Еще проблема, то, что за ним надо регулярно ходить. Я, конечно, набрал много. Я брал один молоко-поколочек. Можно набрать... Я 10 штук брал. Прям. На 500 рублей сразу этих пачечек. Бам. Берешь. Как бы, можно и так, в принципе. Ну, вот сейчас чечевицу. Вспомнил про нее. Что-то, как бы, гороху она по питательным свойствам не уступает. Что-то у меня процессор в компьютере перегрелся. Ой, ну не перегрелся, а 30% с окружен стороны. Никогда такого не было. И вот опять. Ладно, я... Не знаю. Такое ощущение, что это больше болталка, чем едика. Я много болтал. Про еду. Вкусно. Поскольку здесь у меня еще, кроме сухариков, из фикс прайса, здесь зубчик чеснока раскрошен. И масло горчичное у меня. Тоже в петелочке продается горчичное масло. Прикольная штука. Надо сказать, это прикольно. Что самое интересное. Процессор как будто бы должен за такой нагрузки нагреться. Но он не нагрелся. У меня бы сейчас винилианр шумел. Но у меня ничего не шумит. Может быть, потому что в комнате холодно. Извините, что я обо всем подряд. У меня не получается. Конкретно, если снимаю икинг. Не получается просто сидеть есть. Не получается. Начинаю говорить. Это потому что мне хочется поделиться. Типа, о, круто. Я открыл для себя чечевицу. Там чечевицу с сухариками. Из фикс прайса. Там Но я почему делаю акцентом на фикс прайс. Потому что, допустим, в фикс прайсе можно взять чипсы. И сухарики много и дешево, грубо говоря. Вот тут три корочки еще какие-то. Три корочки и хрустим. А, три корочки и хрустим. А чипсы? Здесь чипсов нет, но я с творогом чипсы поел сегодня. Получается. Чипсы у меня Я, значит, покупал вчера для пива большая упаковка. Есть такие 5G пшеничные с вкус с сыром. Кстати, прикольные. Они подушечки такие. Вкус как бы сырный, нормальный. А сейчас с творогом еще ел, получается. Тоже чипсы из фикс прайса. Русская картошка. Большая упаковка. Со вкусом курица-гриль. Тоже прикольно. А еще можно приправу. Я приправу покупал. Я вообще пробовал. В Питеросике продается такая лапша. Рамен, которая, она типа для варки. Такой брикет большой. Для варки якобы считается. Вкусно. Вкусно. Где-то раз стоит, стоит 70-80 рублей. Это так. Ну, постоянно заколебиваешься тоже. Я подумал, что, ну, как бы там приправы вкусные. Все такое. Надо самому просто какие-то приправы взять там. Также в пятерочке. Добавлять там в коров, например. А, макароны покупал. Макароны. Я не люблю, не хочу много есть. Макароны это вкусно, да. Их варить легко. Я научился. Я вообще, я просто. Макароны закидываю в воду просто. В не кипящую. Я просто. Довожу до кипения буквально. И сразу вытаскиваю. То есть это получается. Как бы. Недоваренные, короче. Но это правильные макароны. У них тогда меньше гликемический индекс. Они такие твердые получаются. Чуть-чуть. По-итальянски называется. Альгента. Такие макароны. Аль... Альденто. Альденто. На зубок. Альденто. Альденто. Долгое видео получилось. И вот. Мне очень нравится. Вот эта чечевица. Это вот. Лучше, чем зеленая. Я думаю. Вот зеленая. Она 40 минут варится. Плюс. Она не разваливается. Вот как это. Я зеленую-то ел уже. Сейчас я ее тоже купил. Но я ее ел до этого. Мне не понравилось. Она не разваливается. Она не разваливается. Ее как-то, ну... Не прикольно ешь. Эта развалилась. Она маленькая. Красная. И блин. Вообще кайфовая, короче. Чечевица. Так что для меня теперь. На данный момент. Основное. Основное питание. Творог. И чечевица. Будет. Ну, плюс, конечно, с приправами. Потому что я понял. Ну, понял, что это. Делает, как бы, тебя более. Довольным. Когда невкусная еда. У тебя. Тебя. Тебе не хочется есть. Когда ты не ешь. То тебя. И начинает. Просадка по энергии. Когда просадка по энергии. Ты становишься. Малопродуктивным. Ты не можешь. Не делать всё, что тебе хочется. Что ты запланировал. Поэтому. Надо есть что-то. Какую-то еду найти. Еду. Которые. Оставляю удовольствие. И ты будешь получать энергию. И будешь. Реализовывать свои планы. У нас. Конечно, мясо там, какое-нибудь там, все это доставляет удовольствие Даже овсянка там, я вот много ел овсянку там с яйцами, допустим, с колбасой Взял там колбаску, овсянку покрошил Вроде вкусно, но это много мороки там, варить каши, что-то мне Ну вообще, я уже говорю, что мне надоели Вот, мясо там, свинину, пятерочки хорошую продают Окорок там берешь, ну тоже много мороки там, короче говоря Горох, например, тоже как бы и дешево, и хороший вроде, с одной стороны, но много мороки А вот эта чечевица, вообще идеальная Творог, тоже идеальный продукт, уже готовый И по полезности просто, там, круче всех Но правда, в твороге углеводов мало То есть, если есть один творог, то тоже по энергетике будешь просаживаться На такой еде худеть хорошо, в твороге, например Как бы люди заморачиваются, что надо без ширины творог есть, но это ерунда Могу тут точно сказать, если будешь есть даже 9% творог Без углеводов тебе будет не хватать Ты будешь худеть, углеводов поступать не будет И ты будешь еще и хотеть углеводов все равно Калорий будет не хватать, углеводов не хватать Организм будет энергию брать из жира, из твоего Из организма Потому что гликоген закончится в мышцах Поэтому на твороге на любом можно худеть Но правда, станешь все равно вялым То же самое, что на протеинах На протеинах ты будешь худеть Мышцы не будут уходить, потому что ты белка много ешь Но проблемы все равно будут У тебя организм будет ослабевать Как бы тоже Это будет проблемой постепенно становиться большой Да, ты похудеешь там Да, ты в мышцах не потеряешь Но постепенно все равно начнется такая деградация То, что ты будешь усталый, потому что Ты пьешь протеины, углеводов не пьешь никаких Допустим Короче, вариантов Много разных Вариантов питания Но на этом закончим Я уже 20 минут отснял Как раз доел Чечевица топ Любовь и благодарность Я в целом